Привет, друзья! Ставьте лайки, а также пишите свой комментарий под видео, поехали! Мы будем с тобой лечиться, все будет хорошо. Да, каждый день отец раненого защитника читает письма по желанию сыну от украинцев. Виталий Шумей, командир зенитно-ракетного комплекса дальнего действия, в рядах ВСУ служит с 2014 года. В феврале-марте он оборонял Киевщину, Черниговщину, а после востока страны. В августе 2022 года он получил ранение под Авдеевка, и врачи диагностировали минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон. Он у нас здоров, больше двух метров, я думал, его ничего не возьмет, но я всем говорю, что так получилось, что я не жалею. Жаль, но я не кусаю себе за локти, что так получилось, это мой сын, и я понимаю, что он защищал семью. Я горжусь этим, рассказывает отец военнослужащего Сергей Шумей. Виталий перенес три операции на голове, лечился в Днепре и в Киеве, а сейчас в Чернигове. Он за эти пять месяцев после ранения имел уже две трепанации черепа, у него не стоят пластины, закрывающие мозг, потому что врачи сказали, что надо сначала посмотреть, как мозг будет восстанавливаться, он даже не моргал глазами, он смотрел вниз и все. В Киеве он был на зондовом питании, а затем наши врачи его стабилизировали, сказал волонтер Ирина Тимофеева. Первые сдвиги произошли именно в Чернигове, когда отец стал каждый день читать книги и письма по желанию сына от украинцев, пишущих их в социальных сетях. Я поняла, что он слышит, что он понимает, что ему читают, а в какой-то момент был умилен и у Виталика пошли слезы. С этого же момента он начал моргать глазами, потом глаза начали смотреть влево и вправо, рассказала волонтер Ирина. Отец рядом с раненым сыном и днем, и ночью, кормит сына из ложки, делает массаж ног и рук, за эти пять месяцев уже каждое движение сына выучил. По глазам его вижу, когда воды захочет, когда нужно переодеть, и он начинает какие-то движения, то все это достаточно, я уже слышу, что нужно что-то делать. В настоящее время Виталию необходима нейро-реабилитация. Мы ищем клинику за границей, которая может взять нашего защитника на лечение, ему это очень нужно для того, чтобы он восстановился. У него есть динамика, но нужно за границу на реабилитацию к тем, кто с этим работает, сказала Ирина Тимофеева. Отец мечтает, что в один день поставит сына на ноги. Я никогда не стану на колени, никогда, ни перед пришедшими к нам россиянами, на колени не становился и не стану, я могу только в церкви стоять и на огороде возле грядок. Буду лезть, но я на ноги поставлю, это моя мечта. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.